Афтоград Вечерний гость и большой наш друг Юрий Целиков И встречаемся мы в долгожданный, особенный памятный день В день славного юбилея нашего гостя И начинаем разговор, Юрий Кузьмич, с ваших собственных строк Укатило время в жигулях Юбилей уже включил свой поворот Может кто-то и стоял на тормозах Ну а мы с тобой совсем наоборот Юбилей уже включил свой поворот Но невозможно поверить, Юрий Кузьмич, что у вас за плечами восемь десятков лет Вот мне интересно, а вы сами как-то эти годы чувствуете? Вот вы сегодня проснулись утром в новом возрасте С такими чувствами, мыслями, мироощущением каким-то новым, возможно? Ну, я могу уже говорить, да? Сегодня 16 ноября Сегодня заканчивается 16-я пятилетка моего жизненного цикла Ну, 80 лет, это 16 на 5 умножка будет как раз 80 Тут мне уже в интернете написали, что восьмерка – это символ бесконечности, только вертикальном положении Да еще и доль То есть я сегодня обнуленный юбилеар Здорово Вот, поэтому, значит, я бы хотел… Вот вы мои строчки вспомнили Я послушал музыку одного романса А я вспомнил другой романс Да, да, эпиграмический Нет? Не эпиграмический романс Тот эпиграмический… У нас романсов уже Да, он пока не разрешен большой публичности Пока Хотя всем нравится А я вспомнил такие строчки Только раз бывает в жизни старость Только раз бывает столько лет Хорошо, что чувство юмора осталось С белого рояля всем привет Замечательно и очень актуально Юрий Кузьмич, а я смотрю с восхищением на вас Я впервые вижу вас в таком парадном образе С медалями, с наградами И вспоминаю еще одну строку Не знаю, известна ли она вам Это отзыв тольяттинских писателей Целиков от цельного От огня прицельного А вот вы, в свою очередь, в этот круг не стремитесь Я помню, вы как-то написали Еще хватает мне ума Не причислять себя к поэтам Тоже Поэтов, как ученых, тьма Уж на парадном образе места нет И все равно мы сегодня ждем Ваши рифмованные строки Вот что бы вам хотелось почитать Пожалуйста Вообще Сегодня достаточно актуально, по-моему То, что я рифмовал Божик Жаян На его 96-летие Прочтите, пожалуйста Да, он, к великому сожалению В этом году, в феврале, ушел из жизни В возрасте 96 лет В Европу А он, один из главных организаторов Проекта Ваши рифм В Европу Ваши рифм Вааст рубил окно А за окном Всплыло Оно Оно по имени Рено Гарант, а быт фиат за воду блин, Гарант наш продал вас Парим. Так с берегов французской сены Задули ветры перемен. Да, времена пришли другие, Остался вас и ностальгия. Вот это я ему нарисовал на 96-летие. Это сегодня, вы, наверное, знаете, конечно, что причудливая бестолково, средь разворованной страны уходят дети Полякова. Ушли и сокины сыны, над вазом новенькие флаги, франко-японские варяги. Мы, как говорится, до французской дожили люди, как говорится, сели обид. Вот сегодня, конечно, завод уже, к сожалению, не наш. И мы уже все стали старше, но на заводе все иное, не наши, даже секретарши. Вот, поэтому завод сегодня по юридическим законам уже французский, и прибыль уже не наша. И прибыль не наша. Вот, но завод живет. Вы сказали, все иначе. Все иначе, да. Но вы остаетесь самым известным ветераном АвтоВАЗа. Ну, один и сам. Один и сам. Когда-то на вазе, в народе, родились такие строчки. Ваз может жить без полигона, без киппы гербовых бумаг, без гендиректора в погонах. А вот без Кузьмича никак. Вы из Кузьмича уже невозможно представить себе историю АвтоВАЗа. Вы действительно создали историю ироничную, в аппеграммах. Это ваше заведение. Сегодня Волжский автозавод держится на двух моделях автомобилей, которые запустил Бу Андерсон. Знаете, Бу Андерсон достаточно знаменитый во всем мире. Вот тут на фотографии, да, Бу Андерсон со своей гражданской жидовой катаржиной. А тут вот Вайна. И Вайна, да. Да, ироника. Да. Лёгий Путин, а у нас сегодня на Белом рояле еще и личный подарок Бу Андерсона. Да, у нас подарок это копейка. Вот мне ее подарили ребята из клуба «Вады Хистори» в день рождения. Я русский принялся учить, чтобы с Кузьмичом поговорить. Бу Андерсон. Замечательно. Вот, это вот Бу Андерсон относился к ветеранам очень внимательно. Он к нам ходил на встречи. Да, на встречи как раз вот 7 ноября он к нам приходил. Но это еще в те годы, когда коронавирус не было. Да, Юрий Кузьмич, ну вот сегодня начинается новая пятилетка вашей жизни. До следующего юбилея. И, конечно, тысяч читателей. Представляю, сколько сегодня вы получаете поздравлений, в том числе и от нашего коллектива. Принимайте всем сердцем пожелания искренние, чтобы эта пятилетка была самая благополучная и радостная. Чтобы вы долгие годы еще были с нами. Спасибо вам за эту встречу, за все, что вы пишете и делаете. Постараюсь вам подарить до конца года новую книжку, называется «Латынь на ваге». Вот обложка у меня с собой. Очень ждем, я знаю. Да, до Нового года. А завершу я все-таки своими рифмованными строками размышления у парадного подъезда Волжского автозавода, где стоит бюст Поляков. До чего же время быстротечно. Вас живет и рядом вы навечно. В виде бюста вы, отец-создатель, издали, как летчик-испытатель. А с тех пор, как вы по бронзовели, трудно вас признать на самом деле. Да и вы бы не узнали свой завод. Тут у нас такой мудоворот, что творим, не ведаем подчас. О, создатель. Вы простите нас. Но слово «муда» в японском языке из бережливого производства – это деятельность, создающая, ничего не создающая, но требующая больших затрат. То есть бесполезная, малоэффективная деятельность – это по-японски термин бережливого производства «муда». Вот мудоворот на базе и произошел. Спасибо, Юрий Кузьмич. И, конечно, мы вас ждем всегда здесь, в этих стенах, у Белого Рояя. До новых встреч, друзья!